И всем привет! А в эти выходные с 6 по 8 сентября в городе Портимао пройдет очередной и последний этап Кубка Мира перед чемпионатом мира. Гимнастки в последний раз покажут себя перед главным стартом. Многие топовые гимнастки не выступят, но выступят новые, не менее интересные спортсменки. Ну и из-за кого стоит следить за этим стартом, сейчас расскажу. А перед началом хотела вам рассказать об интересном проекте для любителей художественной гимнастики, который называется «Прикоснуться к звезде». Две девушки, мамы гимнасток, что немаловажно, организуют и анонсируют мастер-классы и события, в которых участвуют звезды художественной гимнастики. Также в инстаграме проводят конкурсы, где можно выиграть фотографию с автографами известных гимнасток. Выиграть и принять участие может любой. Ссылочку я оставлю в описании, обязательно переходите и посмотрите, что там есть интересного. Ну и вернемся к World Challenge Cup. Соревнования будут начинаться с 5 вечера каждый день, так что можно будет застать всех после школы или работы. Правда и заканчиваться соревнования будут около часа ночи. По расписанию все как обычно. В пятницу и субботу гимнастки будут высыпать в многоборье и разыгрывать медаль олимпийской дисциплины. А в воскресенье пройдут финалы отдельных видов. Все вы знаете, что по спискам на чемпионат мира заявлены сестры Аверины и Александра Солдатова. Но зная главного тренера Ирину Александровну Винер, все может измениться в последний день. От этого интересно наблюдать за развитием. А этот старт станет одним за долгое время, когда мы сможем увидеть Александру Солдатову. И наконец-то узнать в какой она сейчас форме. Так что для всех людей поддерживающих противостояние, кто должен оказаться на чемпионате мира Саши или Катя, чемпионат к просмотру обязателен. А вот второй спортсменкой от России выступит Анастасия Гузенкова. Тоже будет интересно посмотреть на нее на этом старте. Помимо российских гимнасток, будет интересно понаблюдать за конкуренцией Насти Салас и Алины Горносько, которая на последнем старте показала себя очень достойно, выиграв две медали в отдельных видах. От Израиля выступят, к сожалению, не главные конкурентки, а Юлиана Телегина и Николь Воронков. Поэтому мы не сможем увидеть, насколько Саша Солдатова конкурентоспособна с реальными соперниками, но думаю, хватит гимнасток, которые захотят ее обогнать. Еще один повод наблюдать за стартом. Так, например, Кита Сумирей, Япония, Александра Аджиджи Кулезе и Милена Балдасари из Италии, Лаура Зенг из США и две украинские гимнастки, Ника Вартлан и Ева Милищук, которых мы тоже давненько не видели. В групповых упражнениях из сильных команд заявлены сборная России, Японии, Белоруссии, Италии, но есть подозрение, что кто-то из них может не выступить. Зато будет шанс завоевать медали для остальных команд. В общем, время покажет. По трансляции информации пока нет, но если появится, то обязательно добавлю в описание к видео. Ну и на этом, я думаю, хватит. Повод смотреть этап Кубка Мира есть и даже не один. Так что увидимся в видео по результатам. Следите за моим инстаграмом, там тоже часто появляется интересная информация. Ну и помните, что я вас всех очень сильно люблю и мы увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok